В 2020 году ученик школы города Узловой Тульской области 12-летний мальчик вместе с классом отправился в Рязанский аквапарк Окская жемчужина. Казалось бы, рядовая поездка, каких в течение года бывает немало, то в Питер, то в Ясную поляну, а тут всего лишь аквапарк под Рязанью, но что-то пошло не так. По версии следствия, директор школы города Узловая Тульской области в сентябре 2020 года по договору с туристическим агентством была организована поездка учеников в аквапарк, расположенный в селе Поляна Рязанского района Рязанской области. Нарушение требований законодательства образования перед поездкой руководителем школы не было обеспечено необходимое количество сопровождающих педагогов, а незаконные действия со стороны директора не были своевременно пресечены исполнителем договора, руководителем туристического агентства, осуществляющего доставку детей в аквапарк. Почему школьник, не умеющий плавать, оказался без присмотра – главный вопрос, ответ на который искало следствие. Мальчик захлебнулся. Тело ребенка в волновом бассейне заметил инструктор. Издание «Тульский вестник» публикует слова одного из свидетелей несчастного случая, работавшего в аквапарке фотографом, который рассказал, как вместе с инструктором пытался спасти мальчика. Ребенка без чувств отнесли в медпункт, где он умер, не приходя в сознание. По словам фотографа, в момент происшествия никого из сопровождающих рядом с мальчиком не было. Заместителем прокурора Рязанской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех должностных лиц образовательной организации и руководителя туристического агентства, расположенных в Тульской области. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступления, предусмотренные пунктом В, части 2, статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по осторожности смерть человека. Проведенная по инициативе обвиняемых экспертиза выявила ряд нарушений. Эксперты пришли к выводу, что на момент трагедии никто из сотрудников Окской жемчужины не проходил обучение по оказанию первой помощи пострадавшим. А журналы-инструктажи оказались пустыми. Последние должностные инструкции под подписью вручали сотрудникам аквапарка аж в 2015-м. У аквапарка даже не было лицензии на оказание первой медицинской помощи. В тот день там работал сотрудник без соответствующего сертификата. В Волновом бассейне тоже нашли недостатки. Обвиняемую вину не признают, однако следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Рязанской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. По самому жесткому сценарию подсудимым грозит лишение свободы на срок до 6 лет.